Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. История при том, что мужчина вам не доверяет, подозревает в изменах, занимает такую пассивную детскую инвалидную позицию, вы всё тащите на себе, говорите, что всё сами, вот, значит, что вы очень самостоятельные, ответственные, работаете успешно в одной компании, вот, значит, и соответственно спрашиваете, как быть, как начать всё заново, где я, вот. Пишите, что мне иногда лень заводить отношения с мужчиной. Вот, собственно, не совсем понятно, если вам лень заводить отношения с мужчиной, да, то в каком контексте вы это говорите? Значит ли это, что вы заводили отношения с мужчиной в браке? Вот. То есть, что вы здесь имеете в виду, да? Но в целом, совершенно очевидно, что у мужчины вам попадаются вот такие вот инфантильные, да, такие вот агрессивные, такие вот издевающиеся. Почему? Потому что, несмотря на то, что вы ответственные, успешные и самостоятельные, и всё сами, вот, вы не умеете о себе заботиться, вот, вы не умеете себя защищать, вы себя не цените, вот. И транслируете, собственно, машине, что вот вы, с одной стороны, раскрываете в таком контексте перед человеком, а с другой стороны, вы раскрываете в контексте угрозы машине, а с тем, что он, он без вас, в общем-то, никто, и будем всё время пытаться вас сопротивить, иначе боится вероятность, что вы уйдёте, уйдёте, вот. То есть, здесь у вас гендерное поведение, да, несколько, оно одностороннее, вот. Вы вызываете в мужчинах конкуренцию, соответственно, вам нужно отходить от идеи конкуренции, вам нужно отходить от идеи борьбы, вот, вам нужно учиться замечать, выражать и проявлять свои чувства, вот, учиться заботиться о себе, вот, самостоятельно, да, не только работать, там, спахивать, делать что-то, что нужно, а именно, вот, делать что-то для души, вот. И, в целом, больше упор сделать на чувства, на умение и возможность быть слабой, когда это необходимо для мужчины, если бы мужчины не видели в вас конкуренты. Вот. Стоит также пересмотреть ваш подход к выбору мужчин, да, то есть, каких мужчин вы выбираете, чего вы от них ждёте, вот. И стоит, наверное, ещё уточнить ваш вопрос, потому что, когда вы говорите, как начать всё заново, да, отношения с мужем, их заново не начать, их можно скорректировать, их можно гармонизировать, вот. Если вы хотите со своим мужем развестись, можно помочь вам пережить расставание и научить вас выстраивать отношения более гармоничные, да, и, так скажем, более, ну, под стать вам. То есть, более подходящие вам. Вот. На вопрос, где я, я бы ответил так, что вы там, где есть ваши границы личные. Вот. Если вы задаётесь вопросом, где я, значит, личные границы у вас стёрт. Соответственно, их нужно научиться выстраивать. Вот. Выстраиваются личные границы на основе ваших потребностей, на основе базовых потребностей. Выстраиваются личные границы на основе ваших убеждений и ценностей, которые не должны конфликтовать, а они у вас конфликтуют, суть по всему. Из-за этого, ну, мужчины чувствуют у вас слабо, да, и... ...вместе с конкур... борьбой... вместе с борьбой, вместе с... ...тенденцией к конкуренции, да, это образует вот такую... ...достаточно... ...гремучую смесь. Вот. Что, конечно, приводит, вот... ...не приводит к чему-то позитивному. Это... это факт. Вот. Имеет смысл пересмотреть вашу гемберную модель поведения. Вот. Чтобы как-то выстраивать отношения, исходя из вашей модели женского поведения, ...которые поддерживают вам, в первую очередь. И, соответственно, под это уже... ...эээ... ...ну, подбирать мужчину, да. Вот. Наверное, быть более внимательным... ...внимательным к... ...выбору... ...партнёрам, потому что... ...мне кажется, что... ...вы склонны... ...недооценивать... ...эээ... ...эээ... ...какие-то элементы... ...какие-то элементы... ...ценности человека. Какие-то... ...а... ...аспекты, да, приоритетов... ...человека. Вот. То есть это всё нужно корректировать. Выход есть, если вы готовы над собой работать. Если вы готовы меняться, это раз. И... ...эээ... ...то, что вы говорите, что вам лень выстраивать отношения с мужчинами, я понимаю. Потому что отношения с мужчинами для вас это... ...эээ... ...вызов, это... ...какая-то угроза, да. Вот. Это работа. Ну, работа разная была, да. Бывает работа, которая удовольствие приносит. Бывает работа, которая, в общем-то, только... ...только тяжесть вызывает. И лень вам, соответственно, потому что... ...эээ... ...в основном это второй для вас вариант. То есть вы в отношениях не... ...эээ... ...ослабляетесь. Вот. Вы в отношениях не... ...являетесь, что называется, сам собой, да. Вот. И... ...как следствие это вызывает лень, потому что слишком много энергии на это тратится. Явно больше, чем нуля. Это ещё и энергии, как бы, неестественной, да. Ага. Той энергии, которую, в общем-то, вы... ...заставляете, так скажем, проявлять. Вот. Поэтому... ...поэтому... ...поэтому... ...я думаю, что вот на... ...такие аспекты вам нужно... ...обратить своё внимание. Издевательство, недоверие, осуждение... ...других людей... ...в частности, вашего мужа... ...это... ...отражение вас, это отражение... ...того, как вы к себе относитесь, к сожалению. И... ...на мой взгляд... ...само по себе... ...это не пройдёт. Значит... ...и... ...и... ...будет... ...с вами... ...ээ... ...до... ...сих пор... ...пока вы... ...в глубине души... ...себя обесцениваете... ...ээ... ...эээ... ...не добудетесь о себе... ...пренебрегаете собой где-то... ...и так далее... ...ваша... ...ваша успешность... ...самостоятельность... ...ответственность... ...в данном случае выступают... ...нисколько... ...ли... ...личными... ...достижениями... ...сколько... ...результатом того, о чём я сказал. И, вероятно, меняясь, вы станете менее успешными, менее ответственными... ...менее самостоятельными... ...но... ...счастливой станете тоже. Поэтому, если не боитесь, если готовы рискнуть... ...начинайте над собой работу... ...и... ...перемены в вашей жизни не должны доставить себя ждать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формулировки... ...эээ... ...ээ... ...ээ... ...изначального посыла для... ...эээ... ...психотерапии, с которой... ...эээ... ...соторых, собственно, и начнётся... ...процесс... ...эээ... ...процесс... ...эээ... ...ваших перемён. Всего вам самого доброго! Удачи! 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 Удачи!